Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Очень многие задавались вопросы, мы тоже спрашивали о том, что ну пусть хоть кто-нибудь расскажет о последнем дне Никиты Исаева. Чего там происходило, что он делал, так сказать, в этот день? И вы знаете, я бы хотел сказать, что, конечно, всех тонкостей, подробностей мы не узнаем. Мы знаем только, что он сделал несколько фотографий. Один из снимков селфи он выложил на набережную, он встретился с людьми обманутыми, дольщиками. Но я предлагаю акцентировать внимание на другом. В том числе, конечно, мы сейчас и узнаем, что он делал непосредственно перед тем, как сесть в поезд и где он был. Потому что мы знаем, что потом происходило, а что было до этого, мы не знаем. А сейчас узнаем. Значит, но для того, чтобы понять, сделаем небольшую ремарку, буквально на 20 секунд, 30. Перед Тамбовской командировкой Исаев побывал в Нижнем Новгороде и нашумел там изрядно. После Тамбова в рабочем графике политика значился Череповец. И тамошние начальства, говорят, уже трепетало в нехороших предчувствиях. Причину этого трепета объяснил политолог Марат Баширов. Обладая своеобразной манерой общения неуемной энергии, Исаев превратился в единоличный проект по публичной, по публичной, обструкции губернаторов. Исаев поддерживал имидж оппозиционера, но ни для кого в политической тусовке не было секретом, что во многих случаях, во многих случаях, он был в диалоге с администрацией президента. То есть он делал свою карьеру, понимая, что, грубо говоря, пробраться туда, нужно пользоваться доверием нынешней власти. Ты не скажешь, что все против власти, а потом пролезешь туда. Тебя никогда уже туда не пустят. Безусловно, нужно было лавировать. Но нужно было лавировать, дальше лавировать, дальше, пока не займешь какой-то пост, когда сможешь влиять на какие-то очень важные процессы. Рановато, рановато. Вот и все, в этом проблема. Все дело в том, что Исаев объезжал регионы, пишут, намеренно ввязываясь в самый скандальный конфликт, где на местах зарождалось протестное настроение. Поэтому в Тамбове, где он был, откуда он ехал, и, так сказать, поезд Тамбов-Москва стал последней ее поездкой, там он и погиб. Потому в Тамбове визиты Исаева ожидались некоторой нервозностью. Ключевым моментом трагедии могла стать, могла, это просто версия, могла стать безуспешная попытка действующего губернатора области Александра Никитина договориться о своем участии в избирательной кампании будущего года, поясняет Баширов. Это политолог. Говорят, что голос Никитина потерял ровность звучания после известия о столичном визитере, о том, что Исаев приедет. Исаев публично поддержал другого перспективного кандидата, агрария Сергея Колесникова. Ранее Исаев высказался о действующем губернаторе Никитине достаточно резко, рассказывая о коррупции, о провалах в решениях первостепенных задач, о росте недовольства граждан. Поэтому уже действующий губернатор в Тамбове ждал его, так сказать, не очень-то спокойно. Так Исаев побывал в Дмитриевке в этот день, в Дмитриевке, где при Никитине, при губернаторе, действующем губернаторе, возник необорудованный мусорный полигон. Встретился с обманутыми дольщиками в Тамбове. Фотография есть в фейсбуке Никиты. «Недострой больная мозоль», — губернатор разъясняет Баширов. Реальная ситуация стала известна только после ареста депутата законодательного собрания Михаила Шубина. В общем, по возвращении Исаева в столицу из Тамбова, если бы он приехал со всем, что он увидел, для местных властей, для Никитина, так сказать, губернатора Тамбовской области, возникали известные риски. И едва ли в новых условиях можно было помыслить о переизбрании. Тем не менее, власти показательно обхаживали московского гостя. Исаева три раза в день, в день, перед тем, как он сел на поезд, 21-20, Исаева три раза привозили в заведение одной группы ресторанов, отмечает Баширов. Обед в сыроварне Марфа, встреча с дольщиками в галерее, а ужин перед посадкой в поезд в ресторации «Дача». Ресторация «Дача». В этом бизнесе свою долю имеет депутат Госдумы Александр Поляков. Поговаривают, что он, так сказать, имеет связи очень тесные с губернатором Тамбовской области. Кто подстроил такой выбор точек общепита, и почему по поводу приезда Исаева так суетился первый зам Никитина Олег Иванов, вопрос, который требует серьезного изучения. Факт остается фактом. Исаев отработал в Тамбове день, поужинал в даче, то есть, грубо говоря, в ресторанах, которые принадлежат депутату Госдумы, то есть долю он имеет в этом бизнесе, значит, депутат Госдумы Александр Поляков, а он имеет тесные связи с тамбовским губернатором, понимаете, да, то есть по своим заведениям возили, по своим. И умер еще на территории Тамбовской области, когда поезд отправился от платформы Мичуринск. Криминальная история отравления знает немало, пишут случаев с остановкой сердца, и версия странной смерти молодого спортивного мужчины вскоре после ужина в ресторане, связанном с людьми губернатора Никитин, должна быть проверена. Это версия точка ру, называется, отравили, восклицательный, вопросительно восклицательный знать. Никита Исаев мог пасть жертвой своей непреклонной гражданской позиции. Это опубликовано, значит, в журнале версия номер 44 от 18 ноября 2019 года. Поэтому вот, вот что делал в последний свой день Никита Исаев. И, собственно говоря, так же, так же, что может, может быть версией, которая должна быть, безусловно, изучена. Пока все. Давайте на короткие ролики разобьем. Подписывайтесь на канал, ребят, кому нравится. Всем пока, до встречи. Всего вам хорошего.